Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Четверо детей, верный муж, как и чем на сегодняшний день живет актриса Екатерина Капанова, которой 34 года. Екатерина Капанова – обладательница удивительной внешности, яркой копны рыжих волос и огромных глаз. Все, кто хоть раз видел фильм «В ожидании чуда», никогда не забудут искреннюю актрису. Верившую в чудеса и настоящее счастье и любовь. Никто и представить не мог, что годы спустя эта девчонка станет прекрасной женой и мамой для четверых детей. Екатерина Капанова родилась в Украине, в Донецке. Затем ее родители переехали в Крым. Ее родители работали в танцевальной сфере, поэтому девочка с ранних лет была вовлечена в искусство и творчество. Екатерина практически росла за кулисами и наслаждалась необыкновенной театральной атмосферой, что породило у нее желание посвятить танцам свою жизнь. Однако фигура девочки не подходила для балета, поэтому пришлось от этого отказаться. Позже Екатерина была принята в класс с театральным уклоном. После окончания школы она поняла, что хочет связать свою жизнь с актерским искусством, но для поступления в московский вуз требовались деньги. Поэтому она не стала откладывать дело в долгий ящик и пошла работать официанткой. Накопив нужную сумму, поехала в Москву, где поступила в Щукинское училище. Однако творческий путь Екатерины не был таким простым. Если ее однокурсникам стали предлагать роли в кино и сериалах почти сразу, то с ней было все наоборот. Нестандартная внешность – причина многих отказов. Екатерина решила изменить свой образ, изнуряла себя диетами, но положительных результатов это не приносило. В конечном итоге она устала от вечной гонки за эталоном красоты и решила принять себя такой, какой она есть. Через некоторое время произошло чудо, ее вес достиг отметки нормы. В 2005 году она получила свою первую роль в сериале «Талисман любви». Там начинающая актриса сыграла служанка, которая работала на съемной квартире. После этого ей было предложено несколько небольших ролей эпизодических. А в 2007 году она стала главной героиней в фильме «В ожидании чуда». Это был прорыв в ее карьере. Екатерина буквально проснула знаменитой. Ей стали все чаще и чаще предлагать роли во многих проектах. Амплуа выбирали соответствующие – наивная девушка или серая мышка, которая постепенно меняется и становится успешной и роковой красоткой, которая добивается всегда своего. На сегодняшний день фильмография Капанова насчитывает 52 проекта. Кстати, она никогда практически не отказывается от предложений, даже если предлагают не главную роль. Исключением являются те варианты, где нужно исполнять роль отрицательную. Также в контракте она всегда прописывает условия об отказе участвовать в съемках в обнаженном виде. Для Екатерины это табу. К слову, в реальной жизни Екатерина Капанова очень похожа на свою героинь. Она такая же искренняя, добрая, наивная и верит в чудеса. Своего будущего мужа Павла Палкина Екатерина встретила на работе во время съемок в Миннефарватере. Там Павел проходил срочную службу и его пригласили для участия в массовке. Молодые люди познакомились и быстро поняли, что любят друг друга. У Екатерины и Павла венчанный брак, потому что они оба верующие люди. На сегодняшний день супружеская пара воспитывает четверых детей. Трех дочек и одного сынишку. Хочется пожелать этой замечательной актрисе побольше новых интересных ролей. Пусть радует своих поклонников и поклонит своим талантам и новыми работами. Всем спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.